В зале люди разных возрастов и профессий. В числе олимпийских волонтёров – сотрудники администрации, работники образования, культуры и сочинские студенты. Всего 300 человек. На вопрос, почему решили подключиться к добровольческому движению, все отвечают по-разному, но сходятся в одном. Быть волонтёром – значит быть причастным к событию мирового масштаба. С момента принятия Олимпийских игр, с момента того чувства, когда нахлынуло, когда гордость была за наш город, решил, что кто как не я, как говорится, должен поддержать нашу страну, наших ребят, помочь им прежде всего в этих нелёгких днях. Интересно просто принять участие в организации проведения игр, помогать чем-то. Весь мир на нас будет смотреть. Действительно нужна помощь. До того, как попасть в этот зал, волонтёры прошли отбор, тестирование и собеседование. Ведь им предстоит серьёзная миссия. В отличие от так называемых городских, олимпийские волонтёры будут работать в самом центре событий – на трассах, в ледовых дворцах и на церемониях открытия и закрытия игр. Это те волонтёры, которые будут представлять Россию в числе большого количества, это 19 тысяч волонтёров, которые будут представлены во время Олимпийских и Паралимпийских игр. И у нас уже прошло обучение почти 20 тысяч человек. То есть вы сейчас уже в разгар включились сочинские волонтёры. Программа специально разрабатывалась по стандартам Международного олимпийского комитета. За три дня в ходе тренинга в будущем волонтёрам предстоит узнать об истории и философии Олимпийских игр, их ценностях и зимних видах спорта. По такой программе обучат 3000 олимпийских волонтёров. Второй этап обучения стартует осенью. А главный за три дня до старта зимних игр уже на олимпийских объектах. Всего же в Олимпиаде будут задействованы 10 тысяч добровольцев.